Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Как обычно, мы обращаемся к телезрителям и просим их звонить нам с любым вопросом. Ну да, мы продолжаем наш разговор, наше с вами общение или ваше с нами. И если вспоминать предыдущие передачи, то вот несколько последних передач как раз разговор, какое-то обсуждение были спровоцированы. Звонками, да? Начаты звонками. Да, звонками телезрителей. Конечно, для меня этот формат более подходящий и более интересный, когда можно с людьми поговорить. Поэтому звоните. При этом мы эту неделю, которая существует у нас между двумя передачами, мы обычно обсуждаем, да? Мы доживаем как-то те процессы, которые здесь были во время передачи. Ну, после прошлой мы говорили о депрессии. И нашей героине, которая звонила, мы отметили, что, по сути, ее звонок к нам в студию – это ее способ и, возможно, первый шаг выйти из этого состояния. То есть это некая активность, которую она сделала для себя. Потому что, насколько мы знаем, общаясь, позвонить в прямой эфир, ну, не так-то просто. То есть это определенное волнение у людей и страх. Ну, да. Я к тому, о чем в прошлый раз уже сказал по поводу депрессии, ну, будем использовать это слово. И, наверное, еще не раз. Я бы хотел еще вот что, несколько, может быть, моментов добавить, пока... Ждем звонков. Ждем звонков, да. Первое. Ну, вот я с удовольствием недавно послушал Дмитрия Валентиновича Романова, нашего главного психотерапевта, да? И вот он как раз первое занятие... Точнее, для телезрителей главного психотерапевта Самарской области. Депрессии, да. Вот. И он как раз начал нашу первую встречу, там, вот, где я учусь о депрессиях. И, ну, на мой взгляд, интересные такие идеи высказал. Я бы хотел, ну, две, по-моему, да, привести о том, что депрессия... Ну, это не идея, во-первых, это статистический факт, что депрессия сейчас вышла на первое место по распространенности среди заболеваний, обогнав сердечно-сосудистые заболевания. То есть это подтвержденный диагноз, который попадает в статистику? Да. То есть на первом месте среди всех заболеваний вот депрессивные расстройства. Причем у них спектр достаточно широкий. То есть это говорит о чем? О том, что... Ну, о многих вещах. Это говорит о том, что подверженность депрессивным расстройствам наша с вами стала шире или больше. Да, можно говорить и рассуждать в силу каких факторов, но сейчас пока не об этом. Вот. Второе, можно говорить о том, что наши способы диагностики и, ну, обнаружения депрессивных расстройств в разных состояниях, не только в рамках, значит, ну, допустим, психиатрической службы или психотерапевтической помощи, а в рамках, там, соматической терапии, ну, поликлинического звена, да, выявляемость этих нарушений стала больше. Они действительно так или иначе в большом количестве заболеваний таким сопровождающим компонентом являются. Вот. А вторая идея, на мой взгляд, очень интересная, ее можно обсуждать. Люди нуждаются в определенных, ну, назовем так, ярлыках, обозначениях того, что, чем они болеют, да. И есть ярлыки, ну, стигматизирующие есть такое слово, да, стигма, печать. Да. То есть тот ярлык, который никто из нас не хотел бы носить. Ну, например, там до сих пор ярлыком является, ну, название болезни шизофрения, да. Вот сказать, что у человека шизофрения, это, по сути, вот, ну, ввергнуть его еще и в, к сожалению, да, в пучину каких-то социальных проблем, ну, отгороженности и так далее. Вот. А депрессия, это, в общем, сейчас, ну, такая принятая форма. Че с тобой? Да у меня что-то депрессия какая-то, да, вот, свой человек. Потому что у меня депрессия, у тебя депрессия, у него депрессия, у нас у всех депрессия. Вот. Что там кроется за этой депрессией? Что кроется за тем, когда человек говорит, что у меня депрессия? Ну, как говорят, одному богу известно, там может быть все, что угодно. Там действительно может быть это нарушение, но могут быть, ну, то же самое, вот, опять же, паническая атака, да. Опять же, я сейчас цитирую Дмитрия Валентиновича, да. Ну, цитирую и присоединяюсь, потому что действительно так вот. Депрессия, паническая атака, невроз, раньше был такой. Вот. Одна часть. И вторая, которую я бы хотел сказать, которая, может быть, оживит сейчас дальше наш разговор, я бы хотел заглянуть под крышку депрессии, я думаю, Елена, вы тоже знаете эту тему, а может быть наши телезрители не все знают, о том, что ведь депрессия как описывается? Как зрительница в прошлый раз нам описывала? Отсутствие сил, нежелание ничего делать, сниженное настроение, нарушенный аппетит, обычно в сторону снижения, бессонница, может быть, отсутствие большого количества мыслей, ну, так вот они немножко иногда притормозят. Вот. То есть создается... Ну, и в целом на физическом уровне вялость, аппатия. Да, вот создается впечатление такого человека, которого, ну, если позволить, выключили из розетки. И вот он... Или как, да, еще есть сравнение. Вот у него, как в телефоне батарейка там совсем чуть-чуть, и вот все функции как будто отключились основные, вот он ходит и еле-еле. Вопрос энергии возникает, да, он говорит, где моя витальная жизненная энергия? Вот. А мы очень часто говорим о том, что депрессия является крышкой такой, да, маской, покрывалом, может быть, для достаточно мощных переживаний, мощных чувств, которые под этой депрессией, как под крышкой находятся. И, в общем, если представить себе в буквальном смысле крышку, вот я себе представляю, то у нее всегда есть две стороны, да, та сторона, которая чего-то накрывает, и другая, повернутая наружу. Вот та, которая повернутая наружу, мы видим вот такого вялого человека. А та, которая повернута внутрь, там очень часто, ну, просто бурление эмоциональное, да, мы знаем о том, что... И очень иногда... Даже вот вы эту метафору предлагаете, мы видим человека, который, в принципе, внешне выглядит здоровым, да, по идее, у него должны быть силы действовать, у него должно быть настроение хорошее, или у него нет поводов для грусти каких-то. А вот действительно, то, что внутри, там совершенно, может быть, не предсказывает на какой-то вариант. Ну да, и вот такие люди со сбежавшим зарядом, скажем так, ходят, да. Он сбежал из какой-то продуктивной, может быть, деятельности, да, то есть продуктивная деятельность, обычная социальная деятельность обесточена, и этот заряд, ну, вот такое уж сравнение, да, эмоциональный, он сбежал в те чувства, которым по каким-то причинам нет места чувства, переживания, которые могли бы выплеснуться в действии, которым нет места в, ну, обычной жизни человека. Вот. И возвращаясь к... вот к звонку в прошлой передаче, я просто, ну, действительно, целую неделю возвращался к этому. Это же все фантазийный аспект, да. По-моему, Нина Федоровна была, да, та женщина, которая нам звонила, если я не ошибаюсь. Вот. Но... И я думал, ну, вот что, что в ее жизни такого происходит, о чем можно было бы еще спросить, если бы она позвонила, например, да, о чем можно было бы поговорить, чтобы вот на эту вторую сторону выйти, чтобы мы услышали, как жизнь вот в этом аспекте звучит. Тут ведь есть проблема, заканчивая с депрессией, проблема, что человек сам не всегда осознает. То есть если ему в лоб вот эту штуку сказать, он, может быть, будет удивлен, скажет. Поясните, о чем вы, что в словах Нины Федоровны вас зацепило, но вы эту тему не стали развивать, потому что звонок уже был под занавес нашей передачи. Ну, я бы еще... Я, конечно, бы воспользовался, если бы это была консультация, полным нашим часом, может быть, двумя, потому что работа психотерапевта на первом этапе, конечно, в основном зависит не от того, чтобы что-то быстренько услышать и посоветовать, а в том, чтобы, ну, в общем, достаточно последовательно разобраться. А что происходит? Что происходит там, где вроде бы все названо, но мало что понятно, да? Причем названо все бывает вполне как-то гармонично. О чем бы я спросил? Я бы, наверное, спросил ее о семье, я бы спросил ее о дочери, я бы спросил ее подробнее о ее контактах, о том смысле, о котором я говорил, ну, что вдохновляет ее, что сподвигает ее на... что делает ее живой, ну, я не знаю, вот так бы, да? Или что делала и перестала делать. Вот, конечно, в этом смысле, вот, много было бы вопросов. Ну, наверное, так, просто формат нашей передачи, это все-таки не консультация, а это возможность. Возможность, вот, я надеюсь, что нам и сегодня, может быть, да, и в следующий раз кто-то позвонит. Это возможность, вот мы в едином каком-то сообществе живем и болеем, и страдаем одними и теми же вещами. Я обычно благодарен, когда вот из этого нашего большого или маленького коллектива кто-то берет и озвучивает проблему, которая и меня касается, да, то берет и набирается, может быть, смелости, да, подыскивает слова и говорит, а вот есть такая трудность. Я знаю, что большинство людей сразу, ну, включаются, потому что это про меня, да, потому что вот сейчас, может быть, начнется что-то интересное. И вопрос в том, что такие попытки происходят постоянно, то есть люди постоянно один, другой, третий о чем-то говорят. И в этом плане я не боюсь, когда вроде бы начинается разговор о чем-то, о чем мы уже говорили. Ну, круг тем вроде бы не так велик, да. Настроение, тревога, еще какие-то вещи, дети. Напомню нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. И у нас есть звонок, Алексей. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Вы знаете, я вот в прошлой передаче смотрела, вот, звонила некой Нине Федоровне. Вот она говорила надо о том, что у нее депрессивное состояние в связи с тем, что вот коронавирусная инфекция и вот заставила женщину просто навеки запереться дома, как говорится, непонятно зачем, и ничто не радует. Вы знаете, я вот просто хочу, наверное, дать такой небольшой совет, наверное, этой женщине. Просто нужно найти себя в каком-то любимом деле. Ну, например, умеет она, например, под чем она занималась по жизни, вот. Вязала ли, вышивала ли, может быть, она какие-то там собирала, я не знаю, какие-то помо, там, макрамы, что-то плела, что-то... Да, сейчас это невозможно пойти к подружкам, пойти по гостям и понести и показать. Но сейчас действительно есть интернет, и если она умеет им пользоваться, можно же запросто с телефона выйти, выложить фотографии, показать, отправить родственникам, подружкам. Ну, то есть заняться с вами любимым делом. Либо там вязать на заказ вещи какие-то, либо просто для себя что-то повязать. Для тех же своих родственников или что-то. То есть нужно найти себя в каком-то любимом занятии. И тогда, поверьте мне, депрессия пройдет, я так думаю. Да, Елена, здравствуйте. А можно вопрос вам? Да, конечно. Скажите, а вот, ну, наша зрительница в прошлый раз говорила о том, что вот к текущей ситуации ее привела, текущей эмоциональной ситуации, привела вот наша общая ситуация, коронавирус и изоляция и так далее. А вас найти себя помогает нынешняя ситуация или скорее мешает? Помогает, конечно. Вы знаете, я вообще, я, во-первых, люблю петь. У меня музыкальное образование. Первое образование музыкальное. Я закончила Самарской областной училищей культуры. Второе образование у меня медицинское. Я медсестра по массажу. И музыка с медициной, они две вещи совместимы, я считаю так. Вы знаете, в коронавирусные времена и во время, в эти времена, да, скажем так. То есть, если вдруг я услышала какую-то там понравившуюся мелодию, я, то есть, включаю сницизацию, могу что-то подобрать, если мне там припадет, настроение появится. Или я могу просто посидеть, повязать. Или если вдохновит меня, допустим, ну, пойти там что-то выпечь, приготовить. То есть, я буду готовить. И также могу пообщаться по телефону. Я очень люблю общение, я человек общительный. Вот, поэтому, что до ковидные времена, что ковидные времена, что, надеюсь, после ковидные времена, если, конечно, они нас дадут, остается только молиться и даст Господь все разрешится, как говорится, как мы хотим, но нам все воли Божьи. То есть, мне всегда это шло, и это идет со мной с самого рождения. Я так думаю. Елена, тоже хотела сказать, меня восхищает Ваше неравнодушие. Вы позвонили к нам и высказали свое мнение, свой совет относительно звонка, который был в прошлой передаче. Я хочу Вас спросить, как Вы сами для себя определяете, какие чувства побуждают Вас принимать участие в жизни других людей? Я человек общительный, я очень люблю участие, принимать участие, вот со школьной скамьи, участие в хоре, в самодеятельности. То есть, тогда это заставляли, в советские времена я начинала учиться, а при развале Советского Союза, после развала, я школу закончила 26 лет назад. Ну, знаете, тогда это была обязаловка, и те же кружки, и тот же хор, все это повязание, кружок был. То есть, попробуй только не пойди, что тебе будет. А потом это просто во мне привилось, и пошло со мной, поэтому принимать участие, участие где-либо, в чем-либо и как-либо, если на то есть моя возможность, несмотря на то, что у меня инвалидность по зрению. Ну, я этим не страдаю, я не считаю себя больным человеком, я такой же нормальный человек, как и все. Ноги меня несут, руки из голова работают, и все, слава Богу, значит, я могу идти, и все отлично. Поэтому с большим удовольствием принимаю участие везде, где только могу, где позволять мне волю Божию, скажем так. Здорово. Елена, а еще тогда, ну, мне симпатично, как вы откликаетесь, а вот такой может быть вопрос. Вот вы ведь позвонили, чтобы дать совет нашей предыдущей зрительнице. Вот, допустим, предположим, что, ну, вот вы, она услышала то, что вы сегодня сказали, и вы ей звоните через пять дней или через месяц, она говорит, «Елена, ничего не помогло». Что еще бы вы сделали? Ну, уж прям, чтобы совсем ничего не помогло, так не бывает, конечно, что-то все равно должно помочь. Ну, наверное, прошу прощения, ну, наверное, знаете, еще может привести, вдохновить может общение с близким другом, которому можно было бы доверить все свои, скажем, секреты, какие-то беспокойства, переживания. Именно с человеком, который ни зол, ни завистлив, никогда не будет злорадствовать чужому горю, а наоборот проникнется и вдохновит на благие дела. Вот, может быть, общение с такими людьми, может быть, вполне может помочь по себе, знаю. Вот у меня есть друг, мы с ним дружим уже, слава богу, почти 23 года, вот, со студенческих лет так получилось. И если мне уж совсем, вот, прям, ну, все, все, вот, вдохновения никакого, ничего делать не хочется, ну, человек мне позвонил, только задал один вопрос, Елена Николаевна, как ваше здоровье? То есть, ну, может иногда так в форме сникстерапии что-то такое сказать. Ну, все, у меня сразу мишенка сразу мне весело, мне хорошо, я могу открыться, я, ну, я же даже, что-то плохое, даже если и было, я же даже забываю, что у меня что-то было плохое, поэтому, да у меня все отлично, все супер, правда, все в шоколаде. Спасибо большое, Елена, ваш такой позитивный, оптимистичный настрой, я чувствую, внутри меня даже рождает энергию, какое-то желание действовать, что-то делать. Спасибо большое за этот звонок. Да, спасибо, что вы позвонили. Ну, такая, как это сказать, некоторый квант энергии такой влетел в студию, я надеюсь, разлетелся. Я вот о чем подумал, когда Елена говорила, вот моя работа еще связана с групповой психотерапией, психотерапией, то есть я просто хочу, наверное, развить эту тему немного при помощи Елены. Но это ситуация, когда люди сидят в круг, ну, все, наверное, сейчас уже об этом знают, в круг или кругом, да, вот, и я просто представляю, что в какой-то степени наша вот передача, это такая группа тоже, да, в группе так и бывает, один человек высказался, потом второй человек, ну, не бывает так, что все сразу говорят, ну, очень редко, по крайней мере, да, и единственное, наши высказывания, ну, на неделю разнесены, вот, участников группы, ну, эта группа большая у нас такая, да, вот, горожан. Интересное сравнение, да. Вот, и до этого высказалась одна участница, вот сейчас высказалась Елена по поводу того, что она услышала. И мне очень интересно, я об этом и спросил, как эти две женщины могли бы контактировать, ограничилось ли бы все, Алексей, прерву, у нас звонок в студии. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Катя, здравствуйте. Да, Катя, здравствуйте. Я хотела как раз продолжить, может, это то же, что я делал, который был, когда звонили, предыдущий звоночек. А если вот такая сложность, когда вот не можешь понять, что тебе действительно нравится, не заставить, а действительно углечься тем, что тебе нравится. И вот эти вот переживания, они настолько захлестывают, что их столько много, что не хватает места на то, чтобы как-то как-то занять. Вот, наверное, вот так это. А что за переживания, Кать, которые захлестывают? Вы как-то о них сказали? Ну, как раз, наверное, по поводу сегодняшней ситуации, которая происходит. Вот, сомнения какие-то. Ага. Правда, это не. что-то погружаешься, в чем-то изглубь этому состоянию выйти. Или когда такая ситуация, когда действительно хотелось, что-то находилось и действительно жалось непосредственно с теми людьми, которые все рядом, и с которыми сейчас телефон так не реализует интернет, ну, чтобы что-то сделать, потому что это делалось раньше совместно. Катя, скажите, пожалуйста, вы говорите, что из-за этих переживаний не можете определить то, что вам хочется или то, что вам нравится. А вы для себя понимаете, знаете, то, чего вам точно не хочется и то, что вам точно не нравится? Ну, вот, как это... Елена предлагала петь, например, вязать. Ну, да, наверное, не знаю, сложный вопрос. Как-то непривычно не поймешь какие-то действия у людей увлечения, что-то действительно безосладные, такие же непредимения. А по-моему, что-то даже не поймешь, чем-то увлекаешься. Спасибо. Спасибо, Кать. Вы получили, ответ? Ну, просто, я думаю, еще какие-то вопросы. Ну, я хотела спросить, да, на звонок уже ушел. Ушел, да? Да, я хотела спросить у Екатерины, насколько я знаю, когда люди ищут свои какие-то хобби при общении, я сталкиваюсь с некой, возможно, такой установкой, у людей в голове, где они почему-то думают, у них существует фантазия, что мне нужно найти какое-то такое увлечение, которое будет меня сопровождать всю жизнь. Потому что кажется, что люди, которые увлекаются, всю жизнь поют, вот они по-настоящему увлеченные. А у меня увлечения, которые случаются, они такие краткосрочные. То есть есть ли здесь понятие правильного, неправильного, не знаю, может быть, по длительности увлечения могут быть краткосрочными, среднесрочными, долгосрочными. Вот об этом хотела спросить Екатерину, ну, может быть, в другой раз, если она позвонит нам. Ну да, да. Спасибо, да, Кате, за звонок. Так вот, одно за другое. Я обычно в такой ситуации... Это тоже продолжение вашего сравнения, что мы в группе, да, ниточка у нас протягивается, и стафетная палочка передается. Да, и в этом смысле я такой вот, наверное, почувствовал, что я традиционно обычно в такой ситуации сижу и ничего не говорю, потому что у меня ощущение, что там следующий человек уже готов что-то поддержать, по этому поводу высказаться и так далее. Вот, но это так было бы, если бы было в группе. Вот. Пока этого звонка нет, я бы хотел сказать, что я сейчас слышу, в общем, два вопроса. Первый, точнее, ответ Елена дает, ну, увлекитесь чем-то. Она даже обозначила, совет у меня есть, совет, который, по сути, она же свою историю рассказывает, для нее это работает. То, что помогает, да. Вот. И эта увлеченность, она, по сути, вот, ну, связана с чем-то, ну, я обычно это называю с чем-то внешним. То есть, вовне есть что-то, вышивка, путешествия, киты, марки, мотоциклы. Вот. И мой взор направлен на это, и я с этими внешними объектами, вещами взаимодействую, и мне хорошо. А Екатерина наш взгляд внутрь направляет, да, своим вопросом. То есть, а у меня внутри что-то происходит, есть переживания, которые мешают мне. Это, это во-первых. Во-вторых, хорошо бы, если бы я вот эту свою такую неотесанную увлеченность, почему неотесанную, ну, я вот ищу, я готов чем-нибудь увлечься, только вот дайте мне справочник с увлечениями, я полистаю там сто штук и какие-нибудь два выберу себе. А у меня, я не нахожу этой увлеченности, у меня какой-то другой, пока надо решить вопрос. Там у Елены еще звучало найти себя. У некоторых людей, я знаю, есть увлеченность, растянутая на всю жизнь, когда они себя ищут. Причем, под словом себя, понимают, ну, иногда абсолютно разные вещи, да. И это тоже вполне себе устойчивая увлеченность. Что-то там искать в самом себе, вглядываться, заглядывать, что-то по этому поводу делать, писать, обнаруживать, хватать и бросать и так далее. Вот. И, конечно, вот так просто не пойдешь. На самом деле, не всегда это работает так, как, может быть, нам хотелось бы. Вот. А пойдем, я просто в группе это слышу тоже, да, среди людей. А пойдем, вот я тебе покажу, как замечательно. Человек приезжает на море, говорит, ну, ну, и что, вот, ну, все классно, но у меня ничего не загорается, да. Или, вот, слушай, пойдем, вот мы с тобой вот куда-нибудь что-нибудь будем делать, танцевать. Человек приходит, говорит, да, вы классно двигаетесь, я вам завидую тем, что вы вовлечены в это. А я не чувствую вовлеченности в это. Я думаю, что вот этот вот вопрос, искать, куда я включен, и почему для меня мир потерял краски, что изменилось, это очень такой важный вопрос, предполагающий, что я увлечен сейчас тоже чем-то, но только сам пока не очень знаю, чем, да. ведь увлечения могут быть разные, увлечения могут быть мыслями какими-то, увлечения могут быть теми вещами, которые, например, кто-то увлечен вопросом, а что после смерти? Такая увлеченность. Не каждый будет эти книжки читать, кто, там, Кирк Егор написал книжки, да, по поводу тревоги и паники, и страхов, да. Некоторые люди скажут, слушайте, ну, лучше давайте про коней будем читать, да, или про футбол, и каждый будет прав. Про увлеченности вы, интересно, приводили сейчас примеры, я подумала, вы рассказываете историю, где один человек как будто бы берет за руку и ведет его, да, иди попробуй вот это, ах, не подходит, а давай вот потанцуй с нами, а еще. А Екатерина, кажется, говорила о том, где она внутри себя ищет, и, ну, как я услышала, она не особо ждет, что ее кто-то возьмет за ручку и приведет к увлечению, она пытается внутри себя найти ответ на вопрос. Как вам кажется, у нее есть уже этот ответ? Как вам эта идея, когда у человека возникает вопрос о себе, он уже внутри где-то знает ответ? Ну, я думаю, что да, я желаю Екатерине добраться до ответа, до ответов, может быть, ее участие, наше участие, это вот такое совместное движение к ответам. Я бы хотел вот эту штуку, которую вы сказали, продолжить прям коротко. Очень коротко. Куда Елена могла бы привести Нину Федоровну? У меня вопрос, куда Нина Федоровна могла бы привести Елену? К чему бы она ее повела? Что бы она показывала ей? И вот это для меня сейчас более интересный вопрос, потому что пока никто не знает ответ на этот вопрос. И куда бы пришла Екатерина, глядя на то, как Нина Федоровна ведет Елену или Елена ведет Нину Федоровну? Ну, в общем, нас зажигают активность и пассивность других людей. Сегодня действительно группа у нас была. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям за участие. Смотрите на следующий вторник на телеканале Самара ГИС. В 18.15 мы в прямом эфире. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»